К другим темам. 31 августа губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Глава региона обсудил ключевые направления развития Тверской области с представителями общественности, в том числе с многодетными родителями. В беседе приняла участие руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова. В разговоре приняли участие руководители вузов, предприятий и организации Верхней Волжи, представители общественной палаты, многодетные родители. Отмечая вклад последних в демографию региона, губернатор отметил важность задачи удержания подрастающего поколения в Тверской области. У нас проблема это два города, Москва и Санкт-Петербург. Поэтому народ, постепенно молодежь едет туда. И вот тут очень важно создать такие условия, чтобы молодежь, может быть, не уехала, поработала, но потом все равно вернулась. В качестве примера активной гражданской позиции молодежи губернатор назвал работу регионального штаба «Мы вместе». И его волонтеры помогали в непростой эпидемиологической ситуации пожилым людям, принимали участие в переоборудовании больниц региона. И примеров, когда подрастающее поколение хочет сделать что-то хорошее для общества, немало. У меня на глазах есть примеры, когда сама молодежь организуется и задумывается над тем, какой они хотят видеть свою современную культуру, какие просветительские проекты им интересны. Игорь Руденя рассказал о своей встрече с президентом Владимиром Путиным, о том, какие региональные проекты представил главе государства. Результаты последних пяти лет в экономике и других сферах отметил почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, который возглавлял Верхний Волжей в советские годы и в начале 90-х. За эти годы в полтора раза увеличился бюджет нашей области. Это очень серьезный показатель. Наконец-то начали вести строительство. В четыре раза увеличили строительство дорог, ремонт дорог. Начали строить различные социально-культурные объекты. Особое внимание участники встречи уделили демографии, пропаганде семейных ценностей. Игорь Руденя отметил, что сегодня в Верхней Волже реализуется около 50 мер поддержки жителей, включая направления для молодых и многодетных родителей. При этом обладательница почетного знака «Слава матери» Наталья Бойкова отметила недавние единовременные выплаты сотрудникам образовательных учреждений к первому сентября. Я только сказала, помогите учителям, и тут же учителям регионального выплата. То есть связка такая, власть и народ, вот я реально вижу, что она работает. В ходе общения особое внимание обратили на сохранение и передачу молодому поколению традиционных ценностей через семью и культурное наследие. Об одной из таких инициатив, которая реализовывалась по предложению Игоря Руденя, рассказала директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина. Это проект «Нас пригласили во дворец». В его рамках проводились бесплатные экскурсии для школьников из районов. Увиденное производит на ребят огромное впечатление. Они думали, что это где-то только в Эрмитаже или там в Третьяковке. А то, что ты будешь здесь, рядом, на той земле, на которой ты живешь, ты можешь говорить о таких же великих вещах, такую глубину находить. Масштабным проектом, направленным на образование и воспитание детей и подростков, станет парк «Россия. Моя история» в Твери. Это современный мультимедийный комплекс, где будет представлена история страны вплоть до наших дней. Региональный контент займет около 30% от общей экспозиции. Также на встрече поднимались темы экологического просвещения, благоустройства городов, поддержки пожилых людей и многие другие вопросы. Продолжение следует...